Сегодня я подготовила небольшой обзор сервисов и инструментов, которые помогут вам создать опрос или викторину, использовать ее на уроке или на мероприятии в библиотеке. Вообще сервисов для создания интерактивных викторин и опросов достаточно много. Достаточно в поиск ввести запрос по поиску таких сервисов, у вас выйдет огромное количество всевозможных ссылок. Я попробовала выбрать сервисы, которые, во-первых, были бы бесплатными, во-вторых, имели бы большое количество разных возможностей, в-третьих, простые использования. Итак, для работы выбрала бесплатные, эффективные сервисы с дружелюбным, понятным интерфейсом и которые легко осваиваются. Ну а начну я с сервисом, мимо которого сложно пройти, о котором невозможно не сказать. Это самый, наверное, доступный сервис, если у вас есть аккаунт Google. Называется он Google Forma. Я думаю, многим из вас он знаком. Доступен он тем, у кого есть почта gmail.com и есть аккаунт Google. В этом случае без дополнительной регистрации вы можете всегда и легко им воспользоваться. Как это сделать? Вы можете сохранять опросы и викторины и сохранять их на своем аккаунте Google. Называется он Google Drive или Google Диск. Чтобы начать создание опроса, мы выбираем «Мой диск» или просто «Диск». Далее «Создать» и из выпадающего из диска выбираем «Форма». И попадаем в редактор формы. Вот так она выглядит. Это фрагмент. Здесь мы выбираем название опроса. Если необходимо, даем ему пояснение. А затем приступаем к созданию вопросов, которые мы хотим добавлять в викторину. Вопросы могут быть самыми различными. Здесь есть и тексты, и выбор одного из нескольких. Текст как просто строка для ответа, и текст как абзац. Выпадающий список, сетка, шкала, один из списка. И для того, чтобы добавить элементы в викторину, мы нажимаем кнопку «Добавить элемент». А когда его добавили, чтобы сохранить, нажимаем «Готово». Несколько слов о типах вопросов, которые могут быть использованы. Например, если мы выбираем текст, то это предполагает короткий текстовый ответ на ваш вопрос. Учащийся вводит его в небольшое окошко. Если выбрали текст абзац, то окошко становится для ввода ответа чуть побольше. Это предполагает развернутый текстовый ответ. Несколько из списков. Предлагается на выбор несколько вариантов ответа. Из предлагаемых вариантов учащиеся и выбирают. Выбрать можно несколько. Если выбрали выпадающий список, то это предполагается ввод ответа с помощью списка. Варианты ответов уже предоставлены авторам. Вы можете выбирать из этого списка. Далее. Сетка. Это, наверное, самый сложный вариант вопросов в викторине. Я практически не встречала викторин с ответами в виде сетки, но, тем не менее, это прямоугольная таблица, в которой прописываются столбцы, например, варианты ответов, и строки. Например, это вопросы. И вот на пересечении столбцы и строки ученик и помечает свои ответы. Максимальное количество здесь столбцов – 5, а вот количество строчек может быть неограничено. Шкала. Еще один вариант ответа на вопрос. Он предоставляет право выбрать ответ по шкале. Например, автор может оценить что-либо по 100-бальной, по 10-бальной системе и так далее. Один из списка. Это предполагается выбор одного варианта ответа из представленных вариантов. Количество вариантов неограничено. Ну и, наконец, дополнительные возможности. К вопросу можно добавить изображение или посылки из интернета, или загрузив с компьютера напрямую, и плюс добавить видео, тоже посылки. Как это сделать? Для этого есть в меню наверху вкладка, которая называется «Вставка». А далее выбираем пункт «Изображение» или «Видео» и вставляем то, что необходимо. При необходимости можно к вопросу добавить такую опцию, как «Обязательный вопрос». То есть форма, после того, как на вопрос ответить учащийся, не отправится до тех пор, пока на этот обязательный вопрос не будет дан ответ. Например, в качестве обязательного вопроса можно попросить учащихся представиться, если вам важно провести неанонимный опрос, а знать, кто из учащихся на какой вопрос ответил и как. В этом случае обязательным вопросом будет вопрос написать свою фамилию, имя. Для удобства все ответы могут быть сохранены в виде таблицы. Это удобно, потому что можно всегда просматривать эту таблицу, распечатать или сохранить ее сидя на компьютер в формате Excel. Для этого есть на верхней панели инструментов вкладка «Ответы», а дальше мы выбираем «Сохранять ответы». Чтобы при создании каждой новой формы не нужно было создавать новую таблицу, в которой будут сохраняться ответы, то ставим галочку «Всегда создавать таблицу», нажимаем «Сохранить» и сводка с ответами в виде таблицы тоже сохраняется на вашем Google диске. Просто там появится еще один файл с таким же названием, как и ваша анкета или викторина. Названия будут совпадать, а вот в скобках потом будет указано слово «Ответы». Информацию вы можете просматривать как онлайн в виде таблицы, так и выстроить диаграмму. Для этого есть вкладка «Форма», вы там выбираете «Показать сводку ответов». Ну вот, для примера, вот так будет выглядеть викторина для учащихся, которые будут на нее отвечать. Это картинка вверху. А внизу – это вкладка с ответами, которые представлены, как вы видите, в виде таблицы. Каждый столбик таблицы – это ответ на вопрос. Один из, все пронумерованное. А с левой стороны вы видите список участников, то, как они представились. В такой таблице вы можете легко просмотреть, кто из участников, как ответил на вопрос, распечатать ее или сохранить себе на компьютер. Если вы хотите сменить оформление вашей викторины, сделать ее в каком-то определенном тоне, подстроить ее, например, под характеристики своего блога-сайта по оформлению, то вы можете выбрать вкладку «Вид сменить тему» или вот прямо есть такая кнопочка наверху, прямо над викториной «Сменить тему». С правой стороны у вас появится список шаблонов, из которых вы можете выбрать то, что вам больше всего понравится. Шаблоны различные, есть более строгие, есть менее строгие. Если вас не устраивает цветовая гамма, то вы можете ее поменять. Для этого выбираем шаблон, нажимаем кнопку «Настроить» и выбираем. Можно менять и шрифты, и фоны, и свои фоновые изображения добавлять. Чтобы викторина начала работать, ее, конечно, нужно опубликовать. Для публикации формы нажимаем кнопку «Отправить». Мимо не промахнетесь, она с правой стороны вверху находится. Большая синяя кнопка. В открывшемся окне мы получаем ссылку на вашу викторину. Можно длинную, можно короткую. И по этой ссылке мы отправляем участникам, которые должны принять участие в нашей викторине. Мы остановились на публикации нашей формы. Вот в этом окошке вы, кроме ссылки, можете еще и поделиться вашей формой, созданной в социальных сетях. Это Google+, Facebook и Twitter. Нажать на соответствующие кнопки. Кроме того, можно пригласить к участию в викторине по электронной почте, разослать приглашение участникам таким образом. Ну и, наконец, можно получить HTML-код, который вставить на нужную страницу блога или сайта и провести викторину уже в таком онлайн-режиме. Еще несколько дополнительных настроек, о которых я узнала совершенно случайно, когда этой темой стало более подробно заниматься. Оказывается, если викторина большая, то ее можно поделить на несколько частей. Есть такая функция «Вставка-разрыв страницы». И вашу викторину вы можете разделить на несколько частей, на несколько листов. И для чего это делается? Ну, во-первых, если викторина с большим количеством вопросов, это удобнее просматривать ее по листам. А второй вариант – можно из этой викторины такой сделать своеобразный квест, продать ей немножко игровую форму. Например, когда участники выбирают один вопрос, один ответ из нескольких, рядом появляется кнопочка. В зависимости от того, как ответили участники, они переходят на какую-то из созданных вами страниц. То есть, если он ответил на вопрос «Да», то он переходит к следующему вопросу. Если ответил на вопрос «Нет», то в каком-то другом, в какой-то другой части анкеты. Вот таким образом можно сделать такую разветвленную анкету, разветвленную форму или викторину, которая будет уже так индивидуально подстроена в зависимости от вариантов, которые будут выбирать учащиеся. Такая викторина квест получится. Но это делать, конечно, намного сложнее, потому что вам придется проработать сразу очень большое количество вариантов ответов, но, наверное, продукт будет довольно интересный. В последнее время, и не секрет уже ни для кого, что очень двойственное отношение к Google сервисам, в частности, например, у меня на рабочем месте часть Google сервисов просто блокирована, стоят фильтры, у меня нет к ним доступа. В этой связи появляется необходимость искать какие-то альтернативы для Google сервисов. Вот такая альтернатива, например, для Google формы, которую я нашла. Можно попробовать ее использовать, если у вас нет доступа к Google форме или по какой-то другой причине, вы не хотите этим сервисом пользоваться. Называется этот сервис веб-анкета. Он русифицирован и работает в нем достаточно просто. Несколько слов о нем скажу. Чем он похож на Google форму, чем от нее отличается. Он предлагает создание двух вариантов опросов. Есть анкеты обычные, просто как список вопросов-ответов. Есть анкеты тестирования. Если анкета тестирования предназначена в основном для преподавателей, то все ответы принимаются по умолчанию как правильные. Сразу не дается никаких наводок, подсказок, правильный ответ, неправильный. По умолчанию все принимаются как правильные, а потом уже преподаватель проверяет данные ответы и выделяет, кто ответил из учащихся правильно, кто нет. Есть возможность размещать веб-анкеты на сайтах, блогах, в социальных сетях делиться и анализировать статистику. В этом смысле они очень на Google формы похожи. Регистрация в этом сервисе по адресу электронной почты. Вы придумываете логин и пароль и проходите по ссылке, которую вам присылают на электронный ящик, чтобы активировать аккаунт. После этого просто нажимаем кнопку «Создать анкета» и попадаем в редактор формы. Здесь мы, вот как раз, редактор формы перед вами, первая страница его. Указываем название анкеты, ее тип, вид вопросов и некоторые другие настройки. Вот так выглядит конструктор теста. Это вопросы, которые добавляются в разделе «Редактирование». В качестве ответов на вопрос может быть текст, строка для ответа, один из списка, выпадающий список, может быть число, дата. В этом смысле очень похоже на Google формы. Есть даже такие экзотические варианты, как в качестве ответа указывать время, адрес электронной почты, адрес веб-сайта и так далее. К вопросу-ответу можно добавить изображение и видео по ссылке из интернет-ресурсов. Вкладка «Публикация» запускает публикацию созданной анкеты. Здесь можно еще и установить публикацию ответов, результатов опроса. То есть, когда участники ответили на вопрос, им тут же выдают результаты, как ответили на вопрос все остальные. Можно получить в разделе «Ссылка» ссылки и коды на встраивание анкеты на сайт или в блог. Большой плюс, что здесь есть вот такой раздел «Статистика». Здесь можно просмотреть количество опрошенных и установить, кто какой дал ответ. Статистические данные можно сохранить себе на компьютер или распечатать. Есть такая дополнительная функция. Можно взять статистику отдельно по какому-то участнику векторины и отдельно проанализировать его участие. Сервис очень похож на Google формы. В нем легко работать. Он достаточно неприхотливый, дружелюбный. Единственное, что здесь нет возможности менять оформление формы. То есть, как оно задано, вот в таком варианте и работает. Да, сервис этот бесплатный. Единственное ограничение для бесплатности – это то, что в ваших анкетах не должно участвовать более 200 участников. Еще один сервис, наверное, тоже вам хорошо знакомый, поэтому о нем более очень подробно рассказывать не буду. Просто напомню о том, что это действительно очень хороший, полезный инструмент в работе. Называется этот сервис Learning Apps. Это сервис, который помогает создавать игры и учебные тренажеры на основе шаблонов. Единственное его отличие, кардинальное от предыдущих двух, что вы здесь не можете проследить вклад каждого участника в эту викторину. То есть, здесь нет никаких статистических данных. Все участники анонимно проходят эту викторину. И скорее это может использовать не в качестве оценивания учащихся, а просто в качестве игрового элемента для самооценивания. Чтобы регистрироваться, нажимаем кнопочку «Подать заявку». Регистрация по адресу электронной почты. А далее мы выбираем новые упражнения. Из предложенного каталога шаблонов выбираем то, что нам необходимо. Викторинные опросы, которые здесь можно создавать, вот два наиболее распространенных викторина, просто где участники вписывают ответ на вопрос, и викторина с выбором правильного ответа. Вопросы, ответы уже выбираются из списка предложенных. Есть еще вариант, который называется «Видео и аудио контент». Где вы вопросы викторины и отдельные упражнения можете добавлять к видеосюжету. Тоже очень интересный элемент, интересный тренажер. Ну вот так выглядит конструктор для создания викторины. Здесь все достаточно простые поля, они на основе шаблонов все заполняются. Можно обязательно в викторине дается название, возможно дать пояснение. В качестве вопросов могут выступать не просто тексты, но и изображения. Их можно добавлять по адресу или загружать с компьютера. Аудио-видео по ссылке из YouTube. Если вы создаете викторину, то тут необходимо предусмотреть несколько возможных вариантов ответа. То есть после каждого у вас будут спрашивать, правильный ли этот вариант. Дополнительные настройки викторины. Можно вопросы тоже перемешивать, как в Google форме, и выдавать их в случайном порядке. Можно разрешить участникам просмотр правильных ответов. Добавлять, можно добавить в поле обратная связь какие-то поощрительные слова. После прохождения викторины, например, по умолчанию здесь есть такой вариант. Отлично, ты на все вопросы ответил верно. Можно добавить фоновый рисунок в викторине, подсказки игрокам, если они будут затрудняться в ответе на вопросы. Другой вариант викторина с выбором правильного ответа. Здесь конструктор тоже очень похожий, те же настройки действуют. Только необходимо указать, какой из ответов правильный и дать несколько вариантов этих самых ответов. По умолчанию, если я не ошибаюсь, здесь 4 варианта ответа даются, можно добавлять элементы. По окончании работы с викториной мы нажимаем внизу кнопку «Установить» и «Показать в предварительном просмотре». В этом случае можно викторину свою просмотреть, вернуться к редактированию, если что-то нас не устроило, а внизу на открывшейся странице мы получаем ссылку и код для встраивания на страницу блога или сайта. Ссылку можно разослать по электронной почте, а вот код нам пригодится для того, чтобы разместить ее на сайте или блоге и устроить викторину в виртуальном режиме. Сервис действительно отличный, очень много хороших шаблонов, кроме викторин здесь еще и создание интерактивных кроссвордов, игры различного рода, пазлы интеллектуальные, игра «Найди пару», игра «Кто хочет стать миллионером» тут огромное количество шаблонов, всегда есть из чего выбрать, подойдут любой тематике. Кроме того, здесь хороший поиск, можно найти материалы для работы, даже если вы сами ничего пока не создали в сервисе, можно найти какие-то тренажеры по любой практической теме. Еще один интересный сервис, он создает викторины на основе видео. Называется он «Эзепшн». Он создает так называемое интерактивное видео. То есть к видеосюжету прикрепляются какие-то вопросы для участников, они просматривают видеосюжет и одновременно отвечают на эти вопросы. Регистрация здесь по адресу электронной почты можно через аккаунт и в социальных сетях Facebook или Google+. Вот так выглядит рабочее поле, когда вы зарегистрировались в этом сервисе. В центре места, куда вы будете загружать свое видео, к которому хотите прикрепить вопросы викторины, это видео. Эта кнопочка добавляет сюда видеофайл. Видео можно загрузить с YouTube по ссылке. Также поддерживаются некоторые другие хостинги, например, Vimeo, National Geographic, Discovery, TED. Но в основном, основное место поиска видеороликов – это, конечно, YouTube. Загружаем видео, которое мы хотим отредактировать, можно свое, можно чужое. И затем открывается рабочее поле с набором инструментов для создания наших интерактивностей. Вот так выглядят инструменты. Часть из них адресована для создателей викторины опросов, а часть для того, чтобы создавать какие-то пояснения по ходу. Сервис условно бесплатный. Часть инструментов здесь предоставляется за дополнительную плату, но даже бесплатных хватает для того, чтобы создать интересный видеоролик с викториной. Я их вот в красную рамочку обвела. Текстовый слайд. Добавить текст на… Текст слайд. Первая кнопочка с левой стороны – это добавление текстовой информации к видео. Например, вы хотите акцентировать внимание чаще на каких-то важных именах, терминах, на ключевых словах. В этом случае вы можете эти слова просто добавить в видео. Они могут появляться поверх видеосюжета или с правой стороны. Вторая кнопочка следующая – Image Slide. Это добавление дополнительных изображений к видео. То же самое – или поверх видео, или справа от него. Если вы считаете, что информации в видео недостаточно, вы можете свои картинки добавить. Еще один интересный инструмент, третий слева – это дроуин, рисование. Можно делать пометки прямо поверх видеосюжета и рисовать. Стрелки, может быть, что-то хотите написать, обвести в кружочек и так далее. Все это возможно. То же самое можно рисовать или сбоку, ну и чаще всего поверх видео, конечно, какие-то пометки делать. Цвет будет желтый, желтый маркер такой. Ну вот это интерактивные инструменты, которые к викторине не имеют отношения, но я озвучила, возможно, вас они заинтересуют. А что касательно викторин, то здесь три инструмента для их создания. Первый, вот он будет, четвертый слева, Open Response – это создание викторины с открытыми вопросами. Open Response – четвертая кнопка с левой стороны – это создание викторины с открытыми вопросами. Все очень просто. Остановилась я на открытых вопросах. Дальше следующая кнопка, пятая, получается, из выделенных. Multiple Choice – это выбор правильного ответа из нескольких. Даже можно, возможно, проверить. Ну и, наконец, чекбокс из последней. Кнопочка – это выбор одного ответа из нескольких, но уже без возможности проверки. Вот викторина с открытыми вопросами. Нажимаем вот эту вот кнопочку. И все делается очень просто. Даже ничего загружать не надо, дополнительных усилий не прилагать. Вы просто этот интерактивный элемент, удерживая клавишей мыши, переносите на свое видео, которое загрузили. Можно прямо поверх видео. В этом случае вопрос будет открываться прямо поверх. Или можно вправо. Лучше, ну, мне больше понравилось с правой стороны, чтобы вопрос не загромождал видео. И тогда вопрос будет открываться с правой стороны, в правом поле. Видео приостанавливается. И пока участники не ответят каким-то образом на вопрос, оно дальше не продолжится. Они вводят в окошечко ответ, наживают «Submit». Видео продолжается до следующего фрагмента. Внизу такая лента времени, на ней те места, где будут заданы вопросы, отмечены штрихами. Нужно посмотреть, где именно, в каких моментах добавлены вопросы. Если вы выбрали векторину с выбором правильного вопроса, вот эта вот кнопочка с точечкой в центре, мне показалась она наиболее интересной, потому что здесь есть возможность учащимся самим себя проверить, если они выбирают один из вариантов ответа. Когда вы конструируете эту векторину, то вы прописываете несколько вариантов ответа, и рядом с ними появляются вот такие оранжевые плюсики. Я их в квадратик выделила. Вот в этих плюсиках вы отмечаете правильный ответ, если правильный, ставите «Correct», если неправильный – «Инкоррект». И когда участники будут отвечать на вопросы, им тут же высветится, ответили они правильно или нет. Какие еще возможности есть у этого сервиса? Дополнительные возможности. Если у вас видео очень большое, вы часть его можете отрезать. Прямо в этом сервисе использовать только фрагмент видео. Это полезная функция, если вы выбираете кусок, например, какого-то документального фильма для работы, то это хороший вариант. Работать в сервисе достаточно просто и быстро. В заключении, когда у вас все готово, вы все просматриваете, вам все нравится, нажимаете кнопку «Паблиш». Вверху справа, а потом кнопочку для распространения «Шея». Вот так выглядит окошко. Здесь есть прямая ссылка на видео. Вы можете отправить ссылку по почте нескольким адресатам. Можно получить код для того, чтобы встроить в блог или на сайт. Единственное, что видео у вас получится немного широкоформатно. Если у вас узкая колонка в блоге, например, то там появится лента промотки. Ну а если такой же сайт одностраничный, однополосный, то очень хорошо можно встроить на сайт и таким образом организовать тоже векторину для участников виртуали. Сервис хороший, он, конечно, англоязычный, но очень легко в нем работает, потому что очень такой интуитивно понятный интерфейс. Есть на него похожий сервис, называется EduCanon. В связи с ограниченностью времени о нем уже разговаривать не буду, но в ссылках, которые вы можете посмотреть после вебинара, он есть. Там же и обучалка на него, и пример. Если вас этот сервис заинтересовал, можете посмотреть еще EduCanon. Он очень похож на Zepchin. Там практически различий нет. Единственное, что в EduCanon вы поверх видео рисовать не сможете, а все остальные возможности тоже присутствуют. Еще один интересный сервис, мимо которого не могла не пройти, изначально он в программе заявлен не был, это сервис Flip Quiz. Наверное, все слышали, может даже по телевизору смотрите, передачу, которая называется «Своя игра». Вот этот сервис позволяет создавать викторины по принципу своей игры. Но вкратце напомню, в чем суть игры. Игрок открывает любой вопрос из любой категории. После этого все игроки начинают соревноваться в ответе на этот вопрос. Кто быстрее? Кто ответил правильно, тот получает очки, в которые оценен этот вопрос. Если ответят, то снимаются. Если в течение нескольких секунд ответ так и не был получен, то ведущий объявляет правильный ответ и дальше переходит к выбору следующего вопроса. Но я думаю, все помним такую викторину. Вот можно такую викторину сконструировать онлайн и использовать ее в своей работе. Мы такие викторины конструировали с помощью PowerPoint, но делать это в Power'е, конечно, достаточно сложно, чисто технически. Очень много нужно на всяких условиях прописывать. В этом сервисе работать быстрее. Давайте посмотрим, как это работает. В этом сервисе нужно, конечно, зарегистрироваться для того, чтобы начать работу. После этого нажимаем «Create Quiz Bot», вот эту зеленую кнопку, которую я выделила, и приступаем уже к созданию викторины. Вот так выглядит внешне викторина. Вот так внешне выглядит викторина. Тут можно 6 категорий сделать. В каждой категории 5 вопросов. Каждый из них, к сожалению, оффлайн она работать не может. Вот единственный ее минус. Она хороша для онлайновой работы, плюс вы можете ее на блоге и в сайте своем разместить. А вот оффлайн, к сожалению, нет. Увы. Но вот касательно онлайновых ее возможностей, 6 категорий, в каждой 5 вопросов, можно меньше категорий. Каждый из вопросов оценивается определенными очками, от 100 до 500. Как это работает? Участники выбирают какой-то вопрос, нажимаете на него, карточка переворачивается, вопрос появляется на экране. Удобно проводить с помощью проектора. Все это поле вывести на экран и прямо на экране выбирать ответы. Разворачивается вопрос, участники на него отвечают вслух. Дальше внизу есть зеленая кнопочка, если заметили. Она выводит правильный ответ на экран. Выводит правильный ответ на экран. Все проверяют свои ответы, начисляются очки тому, кто ответил верно. Ну и дальше переход к следующему вопросу. Он на экране исчезает. Вот таким образом, пока на все вопросы не будут получены ответы. Там внизу еще, вот у меня на слайде, такая маленькая зеленая кнопочка. Она еще и запускает режим отсчета времени. Можно еще и на время эту игру завязать. То есть за 30 секунд, если через 30 секунд ответ не дан, то открывается верный ответ. Можно и вот со временем так поработать. Конструктор здесь очень простой. Вот так он выглядит. Вот у вас категория вверху. Вы просто вместо слова категория выбираете, вписываете свое слово, свое название категории. Дальше в разделе «Question» пишите вопрос, в разделе «Анса» пишите ответ. Кнопочка есть для того, чтобы загрузить изображение или видео. И там, и там. И к вопросу, и к ответу их можно добавить. Ну и вот кнопка «Save» она все это сохраняет. В результате у вас в аккаунте появится викторина, и вы потом этой викториной сможете поделиться, отправив ссылку по электронной почте или встроив его у себя в блог или на сайт. Сервис достаточно интересный и не очень часто используемый. Я думаю, что в работе пригодится. Особенно если нужно как-то расшевелить аудиторию, провести какую-то небольшую игру, мне кажется, это хороший вариант. Единственное ограничение у этого сервиса, что здесь изображение и видео должны быть меньше, не превышать 1 мегабайта, и изображение не больше, чем 800 на 800 пикселей. Отдельной строкой я бы поговорила о сервисах, которые позволяют создавать викторины, где участники могут работать с мобильных устройств. Сейчас эти сервисы очень популярны, их появляется все больше и больше. Я выбрала два из них, которые мне показались интересными. Один из них посерьезнее – это mClicker. Хорошо, на мой взгляд, подходит для создания различного рода опросов серьезной тематики. Я, например, сделала про Великую Отечественную войну. Такую викторину. Ее можно посмотреть из персонального компьютера. Не обязательно сейчас подключать мобильные устройства. Вот так она выглядит внешне. mClicker – сервис, который создает тесты и опросы для мобильных устройств. Можно создавать опросы с несколькими вариантами ответа, можно с открытыми вопросами. Можно, чтобы ответ был в виде числа. Ответы будут показаны аудитории тут же в режиме реального времени, если вы проводите в своем классе эту игру. Результаты можно экспортировать в формате Excel, сохранить себе на компьютер. Как это работает? Сначала создается опрос или тест. Потом обучающиеся набирают в адресной строке браузера своего мобильного устройства адрес и вводят код опроса, который после того, как учитель его создал, он получает код опроса и сообщает его школьникам. Они этот код опроса вводят и оказываются в виртуальной комнате с этим опросом и начинают с ним работать. Отвечают на вопросы, нажимают внизу галочку для того, чтобы ответы были приняты. И затем учитель на компьютер поступает информация, сколько участников приняло участие в вопросе, как они ответили, и результат этого опроса можно вывести на экран. Давайте посмотрим на рабочее поле. Вот так оно выглядит. Не очень, я бы сказала, удачный интерфейс у этого сервиса, немножко запутанный, на мой взгляд, но тем не менее разобраться все равно можно. Сервис на английском языке. Слева от рабочего поля в виде дерева отображаются опросы. Называются они Interactions. В центре – рабочее поле, окно, где будет создаваться опрос, рабочее поле. Справа есть шаблоны ответов на вопросы. Можно не самому ответы придумывать, а воспользоваться шаблонами. А вверху – панель инструментов, которая редактирует опрос. Там есть раздел касательно ответов на вопрос, есть раздел, который запускает опрос. То есть, чтобы освоиться в этом сервисе, нужно по кнопочкам пройти и посмотреть, как все это работает. Вот так выглядит конструктор для создания вопросов. Нажимаем на кнопку, которая называется New Question, и в центре появляется вот такая форма для заполнения. Но тут все очень просто. Название вопроса, выбираем его тип. Типов тут несколько. Можно сделать одиночный выбор, выбрать только один ответ. Называется это Single Select. Есть множественный выбор, когда сразу несколько вариантов можно выбрать. Multi Select. Number – это число просто в качестве ответа вписываем. Entry Text – это текст в качестве ответа. Ну и Entry Slide – это изображение в качестве ответа. Вот есть такой вариант, что можно еще изображение в качестве ответа использовать. В графе Instruction указываем формулировку вопроса. Ну а дальше дополнительные возможности начинаются. Можно загрузить картинку с компьютера в вопрос. Можно, если у вас на компьютере ее нет, загрузить через интернет по ссылке. Если в качестве типа вопроса указано Single Select или Multi Select, мы можем еще и сделать дополнительные настройки ответов. Указываем варианты ответов. Чтобы вставить новый вариант, вот такие две кнопочки есть. Вставить перед и вставить после. Можно перемешать ответы. Random Off. Ну и, если не нравится какой-то из вариантов, удаляем его. Созданные вопросы и ответы отображаются в колонке с левой стороны. Когда мы все это закончили, нажимаем кнопку Save на панели инструментов и переходим уже к настройкам нашей викторины. Для начала ее необходимо опубликовать. И после того, как мы ее опубликуем, уже тут же можно начинать с ней работать. То есть мы запускаем, как это в сервисе называется, сессию. Раздел Session. Нажимаем там кнопку Play. Открывается вот такое окошечко. Здесь видны начало старта, время, которое прошло с момента начала опроса. Дальше есть ссылка, которую вы даете учащимся, чтобы они отвечали на этот вопрос. Есть QR-код. Вы можете по QR-коду попасть в этот опрос. Уникальный код опроса, который нужно ввести. Вот он внизу. Я подписала его. И в центре, вот, к сожалению, на английском языке, но напоминание о том, куда нужно заходить для учащихся и какой код вводить. Вот эту картинку мы можем вывести на экран для школьников. И они с помощью этих подсказок отправляются работать с тестом. С мобильных устройств они заходят на сайт. Указывают код опроса или с помощью ссылки. Открывается список вопросов, варианты ответа. Вот кто-то из вас уже попробовался в качестве отвечающих. Галочка внизу «Ответы эти сохраняет». Все ответы участников опроса у учителя сохраняются на компьютере в режиме реального времени. Их еще можно представить в разных форматах и вывести на экран. Вот, например, у меня в качестве диаграммы такой вариант представлен. Можно и горизонтальную, можно и вертикальную, можно и круговую. Можно как таблицу представить или как стикер, как облачка. То есть вариантов очень много. Дополнительные настройки. Можно опросы приостанавливать. Для этого есть кнопка «Пауза». Есть вообще кнопка для остановки опроса. Кнопка «Стоп». И тогда даже по ссылке в этот опрос никто попасть не сможет. Ну и, наконец, все эти данные можно экспортировать в таблицу Excel и сохранить их все на компьютер. Сервис достаточно… Ну, я бы не сказала, что он самый простой для освоения, но интересный. Можно попробовать его использовать в серьезных опросах. И работает стабильно. Такой сервис немножко мультяшного вида. Вам, может быть, тоже знаком. Кахут. Он тоже создан для мобильных устройств. Но у него и интерфейс такой немного забавный. И вопросы больше здесь, насколько я посмотрела, опросы здесь собраны для младших школьников. Кахут тоже предназначен для создания викторин с возможностью работы на мобильных устройствах. Здесь для работы нужно зарегистрироваться. Регистрация по адресу электронной почты происходит. Затем переходим в раздел «Создать». Выбираем из трех вариантов первую кнопку «Квиз». Это создание тестов и викторин. Как работает этот сервис? Мы создаем опрос или тест. Даем адрес виртуальной комнаты школьникам, где этот опрос сохранен. Номер виртуальной комнаты сама система генерирует. И по этому адресу школьники заходят, с помощью этого кода открывают опрос, и на мобильных устройствах начинаются у них ответы на вопросы. Причем, если в предыдущем сервисе не было такой поддержки, как временной отсчет, ее можно подключить было, но не обязательно, то здесь в обязательном порядке идет временной отсчет. Кто быстрее ответил на вопросы, тот и победил. Здесь такой элемент соревновательности можно внести. За правильно отвеченные вопросы начисляются баллы. Здесь тоже это прописывается. За каждый ответ учитель может назначить определенное количество баллов. Давайте посмотрим, как это работает. Вот стартовая страница. После того, как вы создали аккаунт и начали в нем работать, вот стартовая страница. Мы нажали «Создать векторину» и дальше начинаем придумывать вопросы. Это поле «Question». Для вопроса можно подобрать изображение, загрузить фото с компьютера или по ссылке. Можно добавить видео. Для каждого вопроса устанавливается время для обдумывания. Это называется «Time Limit». По умолчанию 30 секунд вы можете настроить по своему усмотрению. И количество баллов, которые можно получить за этот вопрос. Для тех вопросов, которые попроще, можно меньшее количество баллов, для тех, кто посложнее – большее. Вот все важные такие элементы я в красный кружочек выделила, на что обращаем внимание. Это мы конструируем вопросы. А дальше переходим к ответам. Окошко называется «Ансе». Ответ. Окошки для добавления находятся внизу. По умолчанию здесь 4 варианта ответа. Из них участники выбирают только один – «Правильный». Если вы хотите меньше вариантов ответа, то они убираются значком «Минус». Под каждым ответом мы отмечаем, правильный он или неправильный, коррект или инкоррект. Правильный зеленым цветом окрашивается у нас. Когда работа над первым вопросом закончена, мы нажимаем «Add question», добавляем новый вопрос и так далее. Когда уже векторина у нас закончена, нажимаем «Save» и смотрим, что у нас получилось. Открывается вот такое окошко. Предварительно вам предложат еще несколько настроек вашей векторины. Например, выбрать язык. Русский язык поддерживается, он в списке есть. Выбираем русский язык. Дальше обязательно нужно сделать публичный просмотр, чтобы эта векторина работала. Это называется «Privacy settings». И там выбираем паблик публичный. Дальше. Не обязательно, но тем не менее можно указать аудиторию, для которой предназначен опрос. Например, там из списка можно выбрать «School» – «Школа». И краткое описание векторины опять-таки не обязательно в поле «Description». Можно добавить ярлыки, определить уровень сложности этого теста от простого до сложного. К сожалению, это встраивание в блог не подлежит. Это вот именно работает только на мобильных устройствах и на ПК учителя. То есть все результаты стекаются на компьютер учителя, а школьники работают со своих мобильных устройств. Поэтому в блог или на сайт встроить не получится. Единственное, что вы можете ссылку послать на эту работу или поделиться в социальных сетях своей работой. На заключительном этапе вам еще предложат сделать обложку для вашего опроса. Тоже не обязательно. И после того, как вы все это закончили, нажали кнопку «Дан», открывается окно для распубликации и распространения. Кнопка «Превью» – это предварительный просмотр. Вы можете просмотреть, как ваша игра будет работать и на компьютере, и на мобильном устройстве. Дальше. Если вы что-то забыли и хотите вернуться к редактированию, есть кнопка «Эдит» – «Редактирование». А чтобы уже начать тестирование, нажимаем «Play now». Там опять появится окошко с дополнительными настройками. Здесь вы можете уже такие абсолютно экзотические настройки устанавливать. Например, добавить фоновую музыку, пока будет идти опрос. Можно перемешать ответы в случайном порядке. Можно установить автоматический переход от одного вопроса к другому. По умолчанию все эти настройки отключены, они необязательны. Можно их и пропустить. После этого игра начинается. Вот так она выглядит. С левой стороны то, что видит учитель, и то, что он может демонстрировать на большом экране. А с правой стороны то, что видит школьник у себя на экране. Вот первый вопрос открывается. Пошел отсчет времени. Он с левой стороны в красном кружочке. Участники проходят на сайт викторины, входят в виртуальную комнату, запускают викторину, их просят представиться. То есть у учителя появляется возможность отслеживать, кто из участников как ответил. И появляется первый вопрос на экране. У участников на мобильных устройствах 4 варианта ответа. Они с экрана читают вопрос, а на мобильном устройстве, если оно сенсорное, вообще замечательно, выбирают 4 варианта ответа. Вот они представлены 4 цветами, 4 геометрическими фигурами. Ученикам регистрироваться здесь не обязательно. И устанавливать никаких программ и приложений тоже не надо. Учителю надо быть зарегистрированным в этом сервисе. Ученикам этого сделать не надо. Это вот начало игры. После того, как участник ответил, вот он выбрал зелененький ответ, один из ответов выбрал, нажал его, и ответ правильный. У него на экране высвечивается правильно, коррект, а на экране учителя появляется, что один из участников уже ответил. Ну, опрос проходит достаточно быстро. Тут, видите, отчеты времени идут. Поэтому я думаю, да, действительно, это очень увлекательно, особенно кто ответит быстрее и лучше. А вот это окошко – это как присоединиться к игре. Еще раз обращаю внимание на это. Учитель должен быть зарегистрирован, он управляет игрой. Участникам ничего устанавливать и регистрироваться нигде не надо. Они просто по адресу Кахут заходят, набирают вот этот номер виртуальной комнаты и нажимают кнопочку «Начать игру». Их просят представиться, и после этого можно приступить к решению вопросов викторины. Вот таким образом работает этот сервис. Единственное, еще несколько слов о нем скажу. Сервис работает в двух режимах – в демонстрационном и в просмотровом режиме. Вот ссылка, которую я вам послала, – это режим просмотровый. Вы здесь можете только просмотреть вопросы, а вот так полноценно поучаствовать не сможете, ответы не сможете увидеть. Это потому, что вы в сервисе пока не зарегистрированы. Как только вы регистрируетесь в этом сервисе, вам становится доступен и другой просмотр – демонстрация. То есть вы можете самостоятельно делать здесь опросы, можете поиск осуществлять по сайту. Здесь есть поиск. Если вы своего какого-то опроса хотите сначала поискать его по своей тематике опроса, то это можно очень легко сделать. Русский язык поддерживается. Пожалуйста. Можно найти и любую игру с этого сервиса использовать на уроке у себя.